Субтитры создавал DimaTorzok Что такое халяль? Говорят, эти люди произносят над мясом некие волшебные слова, и как только мы это съедим, сразу захотим стать мусульманами. Это самое глупое утверждение, которое я когда-либо слышал. Всем существам дарована жизнь их всемогущим Творцом. Что дает мне право забирать жизнь у коровы, к примеру? У меня нет такого права. Поэтому Всевышний говорит, при определенных условиях вам может быть дано право забрать жизнь конкретным способом. Мне не позволено уничтожать создание всемогущего Творца без причины. Я не имею права нарушать экосистему без причины. Собираясь рубить деревья, я должен спросить себя, для чего я это делаю? Если нет веской причины, не трогай деревья, ведь это тоже форма жизни. Ты же мусульманин, ты должен нести мир всем вокруг. Но если мне нужны дрова для огня, или нужно благоустроить парк, я могу произнести во имя Господа Всемогущего, дарующего жизнь, и приступить к рубке. А что насчет насекомых? Перед тем, как прыснуть антимоскитным спреем, вы раздражены их звуком. Перед тем, как брызгать, вы произносите именем Всемогущего Бисмилля. Брызгайте этим ядом. Что происходит? Насекомые гибнут. Но вы сделали это с определенной целью, не просто так. Если змея может навредить вам, вы можете убить ее именем Всевышнего, который сотворил эту жизнь, но кто вы, чтобы забирать ее просто так? Если говорить о животных, есть несколько видов, разрешенных нам в качестве пищи. С ними нельзя по-варварски. Очень важно то, как мы с ними обходимся, с самого их рождения до момента закалывания. Нужно быть абсолютно гуманными, человечными, даже с животными. Нужно заботиться о них, должным образом кормить, обеспечить воздухом и жизненным пространством. Если вы сходите на бойни, которые принадлежат немусульманам, вот там работают реально по-варварски. Я лично был там и видел. Мы все были просто шокированы. Нас чуть не стошнило. А люди говорят нам, вы, ребята, делаете это по-варварски. Ну, придите и посмотрите. Мы все покажем. Покажем, как это делается. И теперь мы поговорим о коровах или, к примеру, овцах, которых правильно кормили, непринудительно, и которых не держали постоянно в загоне, как тех уток и цыплят, на которых даже перья больше не растут, потому что они модифицированы, чья участь родиться, подрасти и быть зверски убитыми, чтобы попасть на стол. Это не халяль. Мы этого не хотим. Они должны жить в нормальных условиях, с соответствующим уходом, с правильным отношением, как животному или птице. Их нужно правильно кормить. А когда приходит время, вы приносите животное в загон и убиваете его так, чтобы другие животные не видели и не слышали. При этом ваш нож должен быть предельно острым. Это очень мудрое требование. Немусульмане иногда рубят животных до смерти. Они говорят, нужно оглушать животных перед забоем. Вы знали про исследование, которое доказывает, что на самом деле умерщвление оглушенного животного создает большую боль, чем если животное в сознании. Идите и проверьте. Вы сбиваете организм животного с толку и убиваете его без сознания. Удивительно. Вот вы бреетесь. Значит, приходилось резаться лезвием. Но вы даже не чувствуете порез, пока не смоете пену. Это потому, что бритва была очень острой. Поэтому мусульмане используют острый нож одним быстрым движением. И вы должны иметь разрешение того, кто дает эту жизнь, когда вы убиваете. Если нет, мы не хотим это есть. Вы украли эту собственность Бога. Аллаху Акбар. Как вы можете просто так зарезать животное? Кто вы, чтобы забирать жизнь? Вы должны сказать во имя дающего жизнь, о Господи, я беру это с твоего разрешения. Вот он, гуманный, прекрасный способ, делающий мясо халяльным. Ты забираешь жизнь. И это также изначальный подход евреев и христиан. Оригинальная система, которую учили все посланники. Ислам соблюдает это очень строго, как и иудаизм. И в каких-то моментах правила иудаизма еще более строгие. Изучите вопрос. Вы обнаружите ту же систему? Так почему люди выбирают халяль? Потому что фактически это самый гуманный способ забоя. Специалисты инспектируют, следят и гарантируют нам, что все будет сделано правильно. И это привилегия и честь кушать то, что было убито с именем дающего жизнь, говоря, только для употребления в пищу. Мы учли каждое правило, которое Ты, о Господь, дал нам. И мы на самом деле выполнили все их. Поэтому надеемся, что теперь мы получим благословение пищи, которую вкладываем в наши рты. Если нет, я лучше поем овощи. Да защитит нас Аллах. Субтитры создавал DimaTorzok.